Комментировать, насколько это соответствует реальность? Ну, я думаю, что на месте Путина, наверное. Ну, конечно, если бы он захотел бы, то бы они должны... Нет, а со стороны Украины? Я не верю в это. Слушайте, ну, мне кажется, что мы зашли в какую-то такую область иррационально. То есть, ну, не вписывается все, что делает Путин, в логику. Ну, столько лет выстраивать себе имидж, пытаться идти в Европу, доказывать, что он сильный, что они демократы. Потом взять и все разрушить за месяц. Просто так перечеркнуть свою же работу. Выпустить Ходорковского, Пусираев, провести Олимпиаду. И вот, ну, ну, это же... Ну, это не в какие рамки. То есть... Это ненормальный человек. Я с вами согласен. Я могу обидеть все что угодно. У них врачи другие, понимаете? Они с ним диагнозом. Я согласен, я не вижу. Этот человек ненормальный. Потому что его модель поведения не вписывается. А она вписывается в другое. Он себя возомнил собирателем русских земель. Ну, я как-то сюда ездить, я близняк. Что там? Мы русские земли собираем. Что там у него в соседе? Что там у него в соседе? Вот вы, кстати, зря по-русски говорите. Все может быть. Он может начать ваши права здесь защищать. Как русскоязычное население. Да, да, давайте. Настолько тяжела профессия честного профессионального журналиста? Отвечаете ли вы угрозы в Украине? Угрозы в стране? Насколько это сверху? Это, знаете, звучит как типа... А насколько тяжело нечестного профессионального? Честного? Журналистам быть легче. На самом деле, если честно, вам сказать. Но мне кажется, что любую работу, когда делаешь ее правильно и хорошо, то это тяжело. Но это и приятно. Перед собой-то ты сам-то знаешь, правильно это сделать, нет. Мы что-то ошибаемся, мы делаем ошибки, мучаемся. Чем меньше мы мучаемся за своих ошибок, тем нам легче, тем лучше. Поэтому мы стараемся все делать лучше. Кто-то не старается. Мы там какие-то критичные моменты экстремальные не берем.